Встреча с абитуриентами и их родителями в таком формате проводилась впервые. Организаторы Дня открытых дверей пригласили на него студентов. Ребята в формате презентации рассказывали о специальностях, которые можно получить в колледже. У нас готово профориентационное тестирование. Эти тесты разработаны нашими психологами и социологами, я имею в виду российскими. Существуют много лет, валидны, выверены. Поэтому наши волонтеры проводят тестирование с ребятами 8-9 классов, чтобы подсказать, склонность к какой профессии у них имеется. В колледже обучение ведется по четырем программам среднепрофессионального образования. Банковское дело, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, а также прикладная информатика. Мы специально этот колледж сейчас реформируем в определенной степени, улучшаем качество образования в нем, направляем его так, чтобы специальности, которые осваиваются студентами колледжа, находились в полном соответствии с основными направлениями подготовки к бакалавриатам и магистратурам ГИМО в целом. И таким образом мы встроили наш колледж в вертикальную интегрированную систему образования к университетам ГИМО. Родители, которые пришли на день открытых дверей вместе со своими детьми, прослушали лекцию, посвященную проблемам взаимоотношений с подростками, а также узнали, что выпускники колледжа могут поступать в большинство УЗов России, включаем ГИМО, без ЕГЭ, через внутренние вступительные экзамены. Притягивает, прежде всего, профессиональный состав, преподавательский состав. Мы присматривались к этому колледжу, но сначала было небольшое сомнение в плане того, что выбор профессии. Но теперь определились, выбрали прикладную информатику по отраслям, в связи с тем, что развивается цифровая экономика, в принципе, и есть большие перспективы и потребности в этих специалистах. Очень элитное учебное заведение, дает большие перспективы и возможности при поступлении трудоустройства в дальнейшем. Собираемся поступать на факультет информатики в этом году. Мы, соответственно, пришли узнать информацию, познакомиться с ребятами, которые также претендуют на поступление. Во время встречи школьники получили возможность пройти профориентационное тестирование и узнать, какое направление подготовки им подходит больше всего. Я бы всегда хотела поступить в колледж сначала на правовой профиль. Мне очень интересна сама юриспруденция. Я 9 классов с 5 по 9 отучилась в кадетском корпусе на юридическом профиле. Планирую в дальнейшем сюда поступить в университет на международный правовой профиль. Внеучебная деятельность в колледже также организована на высоком уровне. Благодаря этому студенты здесь учатся формировать социальные качества, общаться, работать в коллективе и находить себя. Она у нас выстроена системно, по направлениям. Это гражданско-патриотическое направление, спортивное, оздоровительное, научное, профессиональное направление, конечно же, творческое направление. У нас организовано студенческое самоуправление. Ребята уже с первого курса вступают в ряды студенческого совета. Также создано научное студенческое общество. Ребята активно участвуют в конференциях, семинарах, мастер-классах, различных квестах научных. Студенты колледжа и преподаватели с удовольствием общались с гостями Дня открытых дверей, подробно отвечали на все вопросы и рассказывали о преимуществах той или иной специальности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова